Вечерняя прогулка у нас с шариком. Ну как прогулка, это я с огородчика иду с нашего. Соник капусту еще досаживал, с баночек с ящиков пересаживал. И вот сейчас вот брат Игоря позвонил Гушков. Какая-то там бабочка очень красивая у него в теплице. Вон, с кварцы летают. Кто-то тоже ищет себе пищу. Вон сколько их. Черная, говорит, какая-то. Попросил прийти. Вот тут у нас, можно сказать, сад клена поросший. Он как сорняк считается, но он нам пригодится в строительстве наших заборов. Тут тополя такие мощные стоят. Господь должен им такую силу величия. Мощные. Один тополь даже пытались обнять. Как-то приезжал митрополит. Только втроем, что ли? Вдвоем ли? Я сейчас не помню. Только обняли. Тут батюшка говорил, что хочет какую-то, типа какую-то аллею сделать для отдыха. Я уже говорил в каком-то вроде ролике. Чтобы можно было летом прийти отдохнуть. Видимо, какие-то загородки сделать, чтобы коровы не ходили. Шарик все в деревню рвется. Поближе к собакам. Так. Где нам с тобой шарик бы зайти? Тут надо зайти. Тут у нас Игорь Валентинович Глушков. И вот тут теплицы. Пойдем, шарик. Добрый вечер. А я был на огородчике же. Куда бы мне это привязать бы? Там столб. Вон там столб. А, столб сейчас. Пойдем, шарик. А то он сбежит сразу. И отпускать нельзя. Давай, шарик, пока посиди. Отдохни тут немножко. Вон она сидит. Вон она, видишь, по левой стороне. На веревочке, да? Да, на веревочке, черненьке. Подходи, смотри, не увлекай. Я подходил и сидел с мороза добывался у меня. Я только еще не видел здесь. И какое-то острие на конце крылышек и красные точечки. Надо узнать в интернете. Это вдруг съест у тебя тут рассаду. Да, с ним не может яйца отложить. Ты зайди ей с торца, посмотри на крылышки. А их видно? Она их сложила, видишь? Наверное, прохладно стало. А я когда заходил, она их раскрыла. Может даже поближе. А может ей как-то помочь это сделать? А как? Ты знаешь, что нет? Пальцем вынкнуть. Или может попросить слезно. Красавица раскроет. Глючитай, личико откроет. Ну как же ее? Крылышек, коснись. Она может улететь. А, улететь. Ну а откуда она денется отсюда? Давай попробуем. Ты уже заснял все, да? Я уже давно все снимаю. Давай, красавица. Видимо, у нее все уже. Да, ей холодно, она, видно, закрылась. Ты видишь? Да, да, вижу. Да, красивая. Красные точки эти, острие поползло. Ах, молодец. Запозировала, молодец. Сердвичие дохвалит Господа. К теплу пошла или как? Ну что, рассказывай, что у тебя тут за хозяйство-то? Да что, плоды трудов, хозяйство, помидорчики. А вот это что у тебя тоже? Да, просто тут три сорта. Тут два вот таких вот родственных. Микадо желтый, Микадо красный. Только какой, не знаю, садился. А вот это вот, говорят, что это телячье сердце. Потому что они по форме как бычье сердце. А по составу мягенький, такие нежные, вкусные. Говорят телячье сердце. Хотя у нас их называют Микадо. Но это не Микадо. Микадо это вот, я выращиваю. Микадо желтый или Микадо розовый. Вот у него листья другие. А это другой сорт. Утеплять, не утеплять сегодня ночью. Ну будет ноль, значит будет минус один хотя бы. Сегодня ноль? Да. Да ну, утром был ноль. Ну в интернете я смотрел, сейчас вот прямо зашел, посмотрел, ноль показывает. Матушка говорит, значит минус может быть. Да. Этой ночью был, утром видимо. У Лены барабаш капуста опять замерзла. Рассада вторичного уже. Высадили? Да, высадили, а я на замерзну. У меня тоже немножко прихватило. Но у меня в ямках было и потом спаслось. Вот перед тем, как морозы, если обработать эпином, то растение переносит заморозки, не погибает. Это эпин, этот стимулятор такой. Специально его разработали для того, чтобы спасти растение, которое попало под заморозки. Вот если ты знаешь заморозки уже высадил, не накрыть ничего делать. Что делать? Бери и опрыскивай эпином. И после заморозка, можно тоже утром, если ты с вечера не обрызгал, вот так вот, то иногда растение отходит. Процентов на 70 оно может отойти, ожить. То есть это как стимулятор жизни, такой толчок жизненный. Адреналин. Знаешь раненых-то в фильмах показывают военные? Да, да, да. Им вкалывают. Это адреналин, чтобы сердце работало, чтобы человек не умер. То же самое это растение, тоже какой-то толчок энергетический, оно начинает функционировать, функционировать, и выходит из этого состояния. А мне же этот, Евгений Чук привез там, где-то целую телегу этого, сена старого. Я вот сеном сейчас закрываюсь, она спасает. Нет, сегодня не будет мороза. Вчера был северный ветер, чувствовалось холодно. А сегодня мороза не будет. Ну все равно, на всякий случай. Ну все равно, на всякий случай. Ну все равно, на всякий случай. Говорят, это последнюю ночь будет. Сейчас поставлю обогреватель. Так, что на нашу? Так, давай, это, систему покажу. Систему покажу свою. Систему. Давай. Что это тут? Химичил. Нагородил. Да, нагородил. Я запустил в крайней теплице, капельную полить. Ну пойдем, я тебе покажу. Давай. Это же беспорядок рабочий. Да это понятно, что работа идет. Значит, вот эта система называется капельный полив. Но есть капельный полив естественный, то есть, когда поднимает емкость на высоту полтора метра, налаживают систему, и она сама, самотенка капает. А эта, она под давлением. Вот. Потому что у меня бочка 200 литровая, мне надо замешивать, подмешивать. Аппарат. Вот. И я тут разботку сделал. Аппарат. И я тут разботку сделал. Аппарат. Как тут сидел, думал, как это мне эту, розетку спрятать, чем-то сделать. Вот. Ну пойдем покажу. Значит, вот она работает. Эти битеплицы отключила, а вода пошла в путь. Угу. Вот он не заходит у него. Тут как предусмотрен и заход, и выход, да? Или как? Нет. Выход на растения, сюда только заход. А, точно. Я просто сделал такой вариант, что, допустим, если ты пользуешься, тебе надо полить. Теплую воду делаешь, полил, и заморозки, или мороз будет. То есть на ранний посев, ты можешь отсоединиться, слить всю трассу, и все, она не замерзнет, не размерзнет. А теплая водичка полилась. Красивая проблема. Попила. Ага, понял. Это у тебя сколько метров теплицы-то? По 12. По 12, да? Водах у тебя агрегат, что ли, появился? Да. А когда ты успел-то? Да это маминный практически. Она купила. Вот, заходи, работает, чтобы посмотреть, как он. То есть земля у меня была сухая. Ага. Вот. И чтобы посадить растения в целую землю, сначала проливают грунт. Ага. Вот. И вот, вот оно, как работает капельная система. То есть эта капельная система к нам пришла из Израиля. Потому что у них дефицит с водой, и вот в экономичном варианте они придумали вот эту вот систему. И это все разошлось везде и всюду, капельный полив. Это очень экономичный полив. И очень эффективный. Вот. То есть вот так вот капелька потихонечку. И грунт очень сильно глубоко промачивается и создает там такой мокрый клубок вокруг корневой системы. Именно то, что нужно растить. А остальная вся часть, она сухая. То есть влага сильно не испаряется, не создает здесь сырость, что очень не нужна, допустим, томатам. Огурцы-то ничего. Они влажность любят. Вот. А томаты не любят. Это им очень вредно. Вот завтра хочу огурцы высаживать. И буду даже его видеть. Да. Теперь ты знаешь, как это выглядит, да? Да. Первый раз вижу. А двигатель как на это не влияет? Потому что давить приходит. Ну, я видишь, там поставил краны, и регулирую. Если, допустим, ему тяжело, то есть он дает, допустим, 1800 литров в час дает. А эта тепличка у меня съедает по капелькам, по водовылету. А она сколько? Литров 200 или 400 литров в час. По-моему, 200 литров в час. И поэтому, да, чтобы не разорвало нигде ничего, я поставил кран на стати, и регулирую. Прикрывая им, я создаю то давление, которое вот именно мне нужно. Если, допустим, все три теплицы подключаешь, за раз, подливать три культуры, то я больше добавляю воды, и она все это продавливает и идет. Вот. Ну вот, наше все хозяйство. Да. А что он делает этот агрегат? Ты знаешь, он вообще незаменимый. Он маленький, юркий, и с ним в теплице работать очень-очень удобно. То есть он маневренный, он слабенький, вот если земля сухая, он ее не возьмет. Я ее сначала лопатой вздыбливал всю землю. А он перемолотил в пух, и очень глубоко, вот на такую глубину он у меня уходил. 25 сантиметров. Я сюда навозу натаскал, и он мне все настолько перемолотил. То есть руками я бы никогда с такого эффекта не добился, как вот с помощью его. И он кушает очень мало. 5 лошадиных сил. Вот. И он чист только культиватор. На него больше ничего не цепляется, никуда он не используется, только под культиватор. А сколько он по цене это стоит? Он дешевый. Чуть больше 15. Неплохо. Да это не дорого, ты что? Потому что серьезный мотоблок около больше 100 тысяч стоит. Вот такой средненький. Вот который ты мне советовал, там по 30. В районе 30. Да, да, да. Но у него тот, там колеса, ты можешь его в прицеп к нему зацепить. Можешь там картофелекопалку, сажалку, там снегоуборочник подвесить, там агрегаты вешаются. Угу. Вот. А на этот нет. Ну, то мило. У этого достаточно. То есть теплицам работать больше не надо. А мама у тебя тоже для тепли сделал? Или грядки тоже? Грядки, завтра поеду ей грядки пахать. Тебе тоже что-то надо? Нет, а я вручную с помощью лопаты. Ну, видишь, он годен только для теплицы. Потому что все-таки земля, вот если после мотоблока она становится такой коркой берется. Угу. Потому что структуру портишь земли. Вот. Поэтому лучше лопатой. То есть есть такие лопаты, которые только рыхлят. То есть вздыбил фокином бразетто и посадил. И вся структура микроорганизма, и все, она не портится. И она остается рыхлой земля. То есть то, что нужно корню, воздух и все. Но мне заказали, поэтому завтра все. Ну ладно. Бог помощи, братцы. С Богом. С Богом. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ну ладно.